Отвечаем на манифест священника Романа Степанова. Что тот или иной священник живет роскошно, ездит на дорогом автомобиле, имеет свою яхту и дорогие часы. Который предложил публиковать декларацию о доходах и духовенства. Ну, публиковать декларацию можно, а только что это даст. То, о чем он пытался говорить, называется прозрачность. Точнее, прозрачность финансовых отношений. И публикация каких-то деклараций или смет расходов, это одна часть. А вторая часть... Финансовая грамотность аудитории, читателей всех. Много ли прихожан могут, зайдя в храм, определить, сколько что стоит. Сколько стоят материалы, сколько стоит работа, сколько стоит написать эти иконы. Сколько надо зарплату персоналу платить, сколько надо платить за электричество. Много ли знают? Да практически никто не знает. Ну, а тогда какая польза от того, что будет что-то опубликовано. Будет опубликован какой-то отчет, висеть на дверях храма, а цифры можно завысить раз в десять. А выгоду и разницу поделить? В Америке это работает, потому что высокая финансовая грамотность населения. Каждый ребенок знает, что сколько стоит. Пока это не будет, все эти декларации ничего не значат. Ну, и чего вы все прицепились так к этим машинам? Ну, обратись в контору проката лимузинов. Приедет к тебе лимузин за 10 лямов. Возьми ты его, покатайся, пофоткайся. Наиграйся, будешь доволен. А какая разница, он записан лично на гражданина Гундяева, или он записан на фирму Ромашка, которая на благотворительной основе этому Гундяеву будет предоставлять за спонсорские деньги. Вот-вот. Оплачивать будет ферма Василек. Владельцы фермы Ромашки и фермы Василька, это доверенные лица гражданина Гундяева. То есть, когда мы говорим про финансовую прозрачность, это не то, какая у кого машина, а то, куда идут какие деньги. Например, зачем заказывают безумно дорогую икону, вместо того, чтобы, например, сделать туалет для прихожан, раздевалку. А зачем вообще строить безумно дорогие в обслуживании морально устаревшие здания храмов, когда можно богослужение провести, ну, в каком-нибудь актовом зале бизнес-центра? Деньги – это кровь экономики. Говорим про прозрачность отношений, то хочется, чтобы эти деньги не разворовывались, не тратились на всякую ерунду, а на что-нибудь то, что именно нужно людям. Но в этой стране и в этой церкви прозрачность не заработает. Продолжение следует... Продолжение следует...